Патологическая анатомия Не скучно ли быть патологоанатомом и смотреть всю жизнь в микроскоп? И с этим вопросом я пришла к очень занятому человеку, как выяснилось впоследствии, Анне Сергеевне Артемьевой. Я не постеснялась его задать. И Анна Сергеевна выделила мне больше часа, рассказывая о том, что такое микрокосмос опухоли, как это интересно, как это важно в практической деятельности, сколько есть интересных научных перспектив развития патологической анатомии в нашем отделении, в онкологии в целом. И сегодня она является моим научным руководителем. Мы вместе занимаемся работой, посвященной разработке алгоритма гистологического исследования сигнального лифоузла при меланоме кожи. И, собственно, вот эту историю, которая мне вспомнилась, я хотела рассказать для того, чтобы сделать некоторый акцент на том, что вот мы сегодня говорим очень много о технологиях. Мне кажется, что в нашем центре очень важную, основной, мне кажется, шарм этого места составляет люди. То есть, кому бы ты ни подошел, с чем бы ты ни обратился, все очень адекватные, контактные, с большим желанием обучать. И, например, в нашем отделении мы всегда, каждую субботу проводим занятия для ординаторов по норме, по патологии. Анна Сергеевна не жалеет времени. И каждый не чувствует себя покинутым, ненужным, заброшенным. То есть, и в рамках института масса мультидисциплинарных программ, всевозможные образовательные мероприятия для ординаторов. Мне кажется, это очень важно, это очень привлекательно в целом. Если говорить о том, что же видит патоморфолог в микроскопе. Как говорят хирурги, обычно что-то розовенькое и что-то синенькое. Действительно, можно сказать, что так оно и есть. И, по сути, мы занимаемся анализом изображения. И из этого изображения можно извлечь массу информации. Вот, например, первая картинка была доброкачественная опухоль кожи цилиндрома. А здесь вы видите инвазивную карциному молочной железы. И, значит, мы можем анализировать изображения и ответить на несколько вопросов, которые волнуют лечащего врача в первую очередь. Ну, для начала, добрая это опухоль или злая. Хотя они могут быть похожи, но мы должны быть в состоянии все-таки ответить на этот вопрос. Какая распространенность заболевания. Помочь хирургу оценить качество проведенной операции. И оценить прогностические и предиктивные факторы. Так выглядит опухоль молочной железы, которую я вам демонстрировала чуть выше. Мы можем оценить способность опухоли формировать структуры, характерные для нормальной ткани железы. Можем оценить клеточные характеристики, методическую активность. Тем самым определить степень злокачественности опухоли, что будет определять ее биологические характеристики и будет определять лечебную тактику. Также мы можем, когда мы говорим о стадии, то, например, здесь у нас препарат меланома кожи. Мы можем определить толщину и другие характеристики, такие как лимфоваскулярная инвазия, наличие изъязвления. Что тоже поможет в дальнейшем хирургу определиться с дальнейшей тактикой. Например, необходимо ли проводить биопсию сигнального лимфоузла для конкретного пациента. Надо сказать, что все изображения, которые вы видели, они были получены при помощи сканирующего микроскопа. То есть это цифровые копии препаратов, которые полностью аналогичны обычному стеклянному препарату, который патологоанатом рассматривает в своем микроскопе. На конкретном нашем отделении у нас есть три таких сканирующих микроскопа. Что позволяет нам, с одной стороны, использовать эти копии препаратов для того, чтобы посоветоваться с коллегами из других учреждений в каких-то сложных случаях. И, с другой стороны, нам это очень помогает проконсультировать в качестве экспертов референс-центра учреждения, в которых, допустим, нет такого арсенала диагностических возможностей, как у нас. И мы используем эту технологию, о которой я говорила, AllSlide Image, то есть отсканировано полностью изображение. Оно полностью аналогично препарату. Тебе не нужно заказывать курьера, препарат хрупкий, он может разбиться в процессе транспортировки. С одной стороны. С другой стороны, в онкологии нас всегда интересует время, и все заинтересованы в том, чтобы диагноз был установлен как можно быстрее. Соответственно, если твои коллеги находятся во Владивостоке, им гораздо проще отсканировать это изображение, загрузить на сервер и спросить твое мнение по поводу этого случая. Надо сказать, что еще один из... Как это выглядит в реальной жизни? То есть ты рассматриваешь препарат в отсканированном виде, его можно увеличить, его можно приблизить к любому интересующему тебя фокусу. То есть можно смотреть даже ядерные характеристики, посчитать метозы, оценить, например, глубину инвазии, наибольшее измерение опухоли, любую характеристику, которую ты можешь оценить в данном конкретном изображении. Это довольно-таки быстро, дешево и удобно. Ну, как я уже говорила, способ довольно быстрый, то есть мы независимы от работы почты, от курьера, не нужно мучить пациента отправлять препараты с ним. И, в общем-то, это довольно быстро и хорошо. Когда мы говорим о стадировании, в основном речь идет помимо размера опухоли и глубины инвазии в различные слои органа. Мы также должны оценить наличие метастаза в лимфоузлах. И если речь идет о крупных метастазах, которые можно увидеть глазами, я думаю, что на левой картинке каждый видит, что среди лимфоузлов есть, среди лимфоцитов нормальных, есть крупные розовые клетки. Это метастаз. Например, в правом изображении, если вы обратите внимание, это сигнальный лимфоузел, который был получен у пациента с меланомой кожей. И там совершенно маленький, неразличимый глазами метастаз, который мы смогли обнаружить только при помощи иммуногистохимического исследования. И когда мы начали заниматься этой работой, появилась мысль о том, что было бы, наверное, недурно попробовать использовать методы искусственного интеллекта для того, чтобы облегчить поиск вот таких мелких единичных изолированных клеток, которые, ну то есть поиск их не составляет никакой интеллектуальной задачи, но крайне важен для прогноза пациента. И сейчас, вот в данный момент, в нашей лаборатории в рутине используются цифровые модули анализа изображения, конкретно вот эта картинка из КУПАС, это свободно распространяемое программное обеспечение. Мы его используем с какой целью? Например, есть такие ситуации, где оценка методической активности между разными экспертами затруднена. Это для рака молочной железы, это где-то между 10% и 20%. И для того, чтобы унифицировать мнение, ну можно показать второму-третьему эксперту, с одной стороны, можно использовать цифровой модуль анализа изображения, что достаточно удобно, в принципе, быстро. Ну и также существуют работы, которые говорят о том, что мы можем также обучать глубокие нейронные сети. Это направление крайне перспективное. Я надеюсь, что кто-то из вас будет в нашей команде в том числе. Оно не быстрое и трудоемкое, требует экспертизы в силу того, что необходимо вручную размечать опухоль, строму клетки, которые инфильтрируют эту опухоль. И, например, вот в конкретном примере, который здесь, различные паттерны. Здесь трепан биопатопредстательной железы и различные паттерны опухоли. В таком случае, если накапливается достаточно большое количество размеченных слайдов, нейронная сеть может обучиться и помочь в какой-то мелкой рутине. Ну вот, например, искать маленькие лимфоузлы метастатически пораженные, подсчитывать индекс методической активности, что может позволить патологоанатому сфокусироваться на каких-то более творческих задачах. Мне кажется, что это очень перспективное направление и довольно-таки классное. Здесь картинка, которая демонстрирует возможности нейросети по поиску вот как раз маленьких изолированных метастазов в сигнальных лимфоузлах. Макрометастазы, как на верхних слайдах, они очевидно видны глазами и патологу. А вот поиск изолированных метастатических клеток, это все-таки более такая, ну, несколько занудная задача, требующая больше времени. Поэтому, если кто-то когда-то захочет присоединиться к нам и попробовать себя в каких-то перспективных направлениях, таких как глубокое машинообучение, мы будем всегда рады, наше отделение дружелюбное и приглашаем на экскурсию всех, кто к нам хотел прийти. Спасибо вам большое. Спасибо.